Перечень вопросов обширена от решения проблем жителей конкретного дома и до масштабных общегородских вопросов. Коммунальное хозяйство, проблемы ветхого и аварийного жилья и, конечно же, ремонт дорог. Часть дорог и объектов уже сдано. Порядка 21 объекта сегодня уже находится в эксплуатации. Еще большой объем работ предстоит сделать. Срок окончания работ у нас 15 ноября. В числе прочего, главе города был задан вопрос о состоянии Ледового дворца спорта «Орленок». Напомним, из-за поломки оборудования работа секции фигурного катания была прервана на полтора месяца. Оборудование там старое очень, постоянно ломается. Нас все не устраивает. Я хотела бы вам задать вопрос, как это будет решаться проблема? Дополнительно выделено 5 миллионов рублей для приобретения двух компрессорных холодильных установок. Мы приняли экстренные меры. Я надеюсь, что в ближайшее время будет проведен конкурс и закуплено новое холодильное оборудование. Зачастую именно звонок в колл-центр главы города становится наиболее эффективным инструментом, позволяющим без лишних проволочек решить ту или иную проблему. Кроме представителей городской администрации, в ближайшее время на связь с перемеками должны выйти и главы районов. Чем более крепче и плотнее будут отношения с жителями города Перми, тем власть будет более информирована о тех проблемах, которые волнуют сегодня жители города Перми и будет предлагать реальные механизмы для их решения. За час прямой телефонной линии в колл-центр главы города поступило около сотни звонков. На 26 из них Игорь Сапко ответил лично. Следующая прямая телефонная линия в колл-центре главы Перми состоится 5 сентября. На вопросы горожан будет отвечать начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Куликов. Тема – подготовка жилого фонда к отопительному сезону и капитальный ремонт домов. Антон Шибанов, Евгений Шеленко, Телевизионная служба новостей.